Добрый день! Меня зовут Геннадий Гарбузов. Я сам по образованию фитотерапевт, занимаюсь этим вопросом всю жизнь. И сегодня я хотел познакомить аудиторию с препаратом под названием гепотроп. Назначение препарата – лечение печени. И, казалось бы, такое огромное количество заболеваний, как можно лечить одним препаратом. Тем не менее, такие сложные композиции, можно утверждать, и это доказано, что они все равно справляются с самым разным спектром заболеваний печени. Я хочу их перечислить. В первую очередь, это самое распространенное заболевание – это гепатиты. Гепатиты бывают разной природы. Это инфекционные, вирусные бывают, токсические. И, казалось бы, при всех этих гепатитах неужели можно применять данный препарат? И ученые утверждают, что да, можно и нужно применять. Потому что во всех этих случаях не сам вирус является проблемой, а его последствия, которые разрушают печень. Чаще всего это воспаление, это разрушение, это перерождение клеток печени. И, казалось бы, такой даже вирус, как герпес, да, все знают, что избавиться от герпеса практически невозможно. Если он появился в организме, то он, наверное, останется на всю жизнь с нами. Но проблемы он нам не будет создавать, если он будет в латентном, скрытом состоянии, герпес. И человек живет, как бы вирус есть, а болезни, проблемы нет. Точно так же и при вирусе С, Д. Казалось бы, тоже такой неизлечимый вирус С. Врачи считают, что убрать его из организма якобы невозможно. Действительно, так оно и есть. Убрать этот вирус сложно. В медицине считается, что уничтожить этот вирус почти невозможно. И таких препаратов якобы не существует. Ну, действительно, да, сам вирус убить сложно, потому что это РНК-молекула, которой достать ее лекарствами невозможно. Но почему? Потому что она заходит в клетку, в клетке прячется внутри клетки. И как достать ее там? Но в то же время, если этот вирус находится в клетке, то он не опасен. Если он находится, этот вирус, за пределами клетки, там он приносит вред. Так вот, если мы какими-то способами, например, с помощью нашего препарата гипотроп, сделаем так, что этот вирус запрячется, он превратится в латентную форму, превратит в латентную безопасную форму. И человек с таким вирусом может жить практически, ну, десятилетия, может всю жизнь. И опасности этот вирус ему не будет приносить. В моей практике были таких несколько случаев, когда люди лечились самыми сложными химическими препаратами, и противовоспалительными, и химией всякой. Вот гепатит АС, годами причем, можно даже сказать десятилетия, и эффекта не было. Но когда они начали принимать наши препараты по нашей системе, комплексную программу начали лечить, то гепатит затух. Что такое слово затух? Просто человек стал работоспособным, трудиться, смог уже... Проблем, как таковых, уже выраженных не стало. Работоспособность такого человека восстановилась. Хотя вирус остался, но это тоже победа, тоже победа. В последние годы появился вирус и стал известным. Вирус Д тоже очень опасный. И тоже с ним очень сложно бороться. Но тем не менее, снять те побочные действия, которые приносят вирусы, и сделать человеку жизнь комфортной, это тоже достижение. Поэтому вот таким больным мы всем рекомендуем при всех формах гепатитов. Обязательно, в порядке. Даже если врачи будут назначать какой-то свой химический препарат, то не отменять этот гепатроп, а только сочетать. В принципе, даже можно и отдельно их применять. И сочетать тоже можно. Они друг другу только помогут. Следующим грозным заболеванием печени, и очень распространенным, является гепатоз. Само слово означает, что это ожирение печени. Можно сказать, что эта проблема очень сильно распространена, особенно у людей с возрастом. И это неудивительно, потому что тот образ жизни, в который мы ведем наше питание, всегда способствует этому гепатозу. Осложнением гепатоза является то, что человек становится неработоспособным. Он вынужден заниматься мучительными диетами лечебными. И шансов просто на обычные такие другие методики лечения очень мало. Так вот, гепатроп тоже в этом случае может хорошую помощь оказать в лечении гепатоза, ожирения печени. Следующее заболевание, которое часто встречается в среде населения, это цирроз печени. В данном случае перерождение печени связано не с жиром, а связано с перерождением соединительной ткани. Это запущенное хроническое заболевание, цирроз печени. Причиной его бывает чаще всего различные интоксикации, в том числе алкоголизм может быть одной из причин, прием всяких химических лекарств, прием длительных наркотиков и много-много всяких препаратов, которые не должен человек принимать. Так вот, цирроз, казалось бы, тоже уже все перерождение печени. И лечить цирроз, и врачи говорят, что практически цирроз не лечится. Но я бы так не сказал. Да, цирроз сложно заболевать, но все-таки как-то помощь можно. Почему? Потому что медленно, но все-таки печень способна восстанавливаться. Это ее уникальная особенность. Единственный орган в организме, который способен регенерировать. Есть такие исследования, когда показывают, что отсекая частично печень, можно ее восстанавливать. Но это опыты животных проводили. На мышах, допустим. И доказано, что можно и при циррозе частично восстановить функциональную работоспособность печени. Это тоже очень важно. Допустим, мы не вылечили все, не убрали эти все рубцовые ткани цирроза. Но частично восстановили клетки печени. Они стали работать, выделять свои вещества, которые нужно. И в том числе и желчные кислоты стали в достаточном количестве. И человек может жить с циррозом печени намного дольше. Следующей часто встречающейся проблемой печени являются холонгиты, холециститы, камни в желчном пузыре. И это воспалительные процессы. Не только печени, но и в желчном пузыре. Чаще всего проблемой в печени являются не сами заболевания, а то, что с возрастом наша печень становится вялой. Обычно уже в возрасте 40 лет у 50% людей, населения нашей страны, печень становится вялой. Что это означает? То есть печень не дорабатывает функционально. Она не чистит кровь, это ее обязанность. Она не депонирует вещества, которые должны там к себе активно депонировать. Она не разжижает желчные кислоты. Такая печень, конечно, ведет к ослаблению не только сама по себе, проблема создает, но и всему организму. Это в первую очередь ведет к интоксикации организма. Раз печень очищает плохо хронические интоксикации, это может быть зуд кожи. А раз печень плохо чистит кровь, а вялая печень именно такая и является, что кровь недостаточно очищается, то начинается загрязнение крови, зашлаковка крови. Чем это заканчивается? Это заканчивается аллергиями, это зуд, и это еще не все. Если вялая, слабая печень, это плохое зрение, это плохая память. При заболеваниях печени страдает мозг. В первую очередь мозг страдает, а мозг – это здоровье всего организма. Если ухудшается здоровье мозга с помощью печени, то идет старение всего организма. С возрастом человек замечает на поверхности кожи какие-то пятна, их называют возрастными пятнами, многие называются хлоазмы. Ну, посмотрите, пожалуйста, сами на свои руки, на лицо, в зеркало. Есть ли у вас эти пятна? Я скажу, что у людей после 40 лет, у большинства эти пятна будут. Это и есть проблемы печени. Человек даже не знает о своих проблемах печени. Как бы заболеваний якобы нет, а проблемы печеночные есть. Так вот, этот препарат гепатроп здесь тоже окажет свое содействие при так называемой вялой печени, которая функционально недорабатывает и которая старит организм. Я хочу такой пример привести. Пожилому человеку, 65 лет, сделали операцию пересадка печени. Ему пересадили печень молодого студента 20-летнего возраста. И через пару лет он стал выглядеть почти на 20 лет моложе. О чем это говорит? Что эта печень помогла ему омолодиться. То есть печень борется со старением. Сколько заболеваний печени, это всегда сложные, хронические заболевания, то моноприпараты в этом случае, конечно, будут намного менее эффективны, чем вот такие сложные препараты, как гепатроп. Это композиционный препарат, который много планового, много такого уровня, много функционального действия. Односторонним таким действием на всю эту систему сложно воздействовать. Естественно, и понятно, что в таких случаях более правильно, более эффективно, когда мы работаем со сложными композиционными препаратами. И это подтверждает и практика применения таких препаратов, как гипотроп. Входят следующие компоненты. Основные из них это расторопша, артишок. И не менее важными компонентами являются орех черный, репешок, береза повислая. Все они, каждый из них действует как бы свое действие, специфическое. Потому что заболевания печени очень сложные, их очень много видов. Естественно, что одним монопрепаратом такие заболевания трудно лечить. Поэтому предложен вот такой сложный композиционный препарат под названием гипотроп. Действующее вещество расторопша это сейлимарин. Которое уникальное и давно уже известно в медицине. Они широко пользуются. Но чаще всего этот препарат используют в чистом виде. Что недостаточно эффективно в таких многочисленных заболеваниях печени. Свойства сейлимарина это чистить печень. Разжижает желчь, что очень важно. Потому что в большинстве случаев у многих современных людей желчь очень густая. А с густой желчью это связано камнеобразование. Одновременно это сочетается с густой кровью. И это очень многочисленные проблемы. И в том числе и воспалительные проблемы. И сейлимарин является одним из сильнейших таких веществ, которые разжижают желчные кислоты. В нем содержится сейлимин, который похож по химическому составу сейлимарином. И внешне они немножко частично похожи. Пересекаются их действия физиологические. Но в какой-то степени это и разные препараты. В частности, они действуют на мембраны клеток печени. Восстанавливают эти клетки. Снимают воспаление печеночных гепатоцитов. Чистят клетки. И в том числе и способствуют регенерации. Следующий компонент это почки березы повислой. В народной медицине очень популярна. Да и в официальной медицине она признана как вещество, которое фитонцидное особо. Как одно из таких помощников для лечения печеночных многочисленных заболеваний. И оно похоже по действию тополю бальзамическому прополисным свойствам. Оно обладает антибиотическими, противовоспалительными, очистительными свойствами. И поэтому, как важнейший компонент, березы повислой, тоже почки включены в композицию. Следующий компонент препарата репешок. Известный препарат уже репешок очень давно. В народной медицине крайне популярен. И, наверное, все бабушки, все дедушки на рынках очень много могут красиво рассказать про этот репешок. И действительно, он признан официальной медициной, включен в фармакопею в России. И достаточно мощное действие обладает. В том числе и противовоспалительная, очистительная печени. Следующий компонент препарата – лабазник, вязолистный. Особенность препарата лабазник, что в нем есть противовоспалительные вещества, компоненты. Они подобны салицилатам. Наверное, люди помнят, что салицилаты – это что-то аспирин делают из салицилата. Противовоспалительные свойства аспирина, салицилата, они хорошо известны. Так вот, почти все заболевания печени, они все связаны с компонентой воспалительной. И эта компонента воспалительная очень долго течет с ней, очень сложно бороться. Химическими веществами лечить, я не сторонник. Поэтому здесь включен, опять же, такое натуральное противовоспалительное средство, как лабазник. Который тоже, кстати, в народной медицине очень популярен. Следующий компонент препарата – это черный орех. Основное действие черного ореха – антипаразитарное. Оно хорошо изучено, доказано. Кстати, многие проблемы печени связаны с паразитами. Поэтому лечить печень невозможно, не устранив эту компоненту заболевания печени. И поэтому орех черный – один из важнейших тоже дополнительных компонентов. Рекомендую. Даже, считаю, обязательно нужно каждому человеку провести такой курс очистки и оздоровления печени. Можно сказать так, что здоровых людей практически после 40 лет фактически нет. Принимают его обычно, можно до еды, можно после еды. Один раз в день – это если мы проводим профилактику. Если вы же проводите лечение таких сложных заболеваний, как цирроз, как гепатиты, гепатозы, то дозу увеличивают. Уже принимают 2-3 чайные ложки. И количество приемов разов в день до 2-3 разов в день. Желательно препарат запить водой. Длительность курса приема препаратов – 30 дней. Практически этот весь флакон вам четко подойдет на 30 дней, если вы будете принимать по 2 чайные ложки, 2 раза в день. Повторные курсы. Если вы в профилактических целях принимаете препарат или превентивных, то 1-2 раза в год. Если вы лечите препарат этим препаратом, какие-то сложные заболевания, то можно месяц или два провести подряд, потом перерыв 1-2-3 месяца, и по необходимости продолжать и так несколько, 3-4 курса в год. Если вкратце сказать одним словом про этот препарат, обозначить его каким-то словом, то можно сказать, что это мощный гепатопротектор. То есть защищает саму печень и с помощью оздоровления этой печени защищает весь организм от многочисленных заболеваний. Подводя итоги, я хочу напомнить вкратце, какие основные заболевания рекомендованы для применения препарата гепатроп. В первую очередь это гепатиты, это гепатозы, это циррозы, это холециститы, холангиты, камни в желчном пузыре, это воспаление селезенки, ну и ряд других заболеваний, но это важнейшие заболевания. Когда мы чистим организм от паразитов, когда идет интоксикация, потому что гибнут паразиты, в этом случае гепатроп обязательно нужно применять. Для очистки от паразитов мы рекомендуем чаще всего 9-100 паразитов. Дорогие друзья, в заключение хочу пожелать вам здоровья и не забывайте про наш препарат гепатроп от завода Витоукт.